Работу городских властей шахт разобрали на заседании областного правительства. В целом признали удовлетворительной, но дали ряд рекомендаций, которые нужно выполнить до конца года. Речь в первую очередь о ЖКХ. Перед началом заседания приятное поручение губернатора. Первый зам Игорь Гуськов вручает юбилейные медали к столетию Калинина тем, кто активно популяризирует творчество земляка. И переходит к первому вопросу повестки – деятельности главы администрации города Шахты. По данным соцопросов, чаще всего шахтинцы жалуются на качество дорог, уличное освещение, низкий уровень зарплат и цены коммунальных услуг. По ЖКХ есть вопросы и у правительства. Это работа ваших управляющих компаний на территории города Шахты, когда огромная дебиторская задолженность подрывает работу организаций коммунальных комплексов, что касается и водоканалов, и тепловых компаний, которые работают на территории города Шахты. Вы ничего нам об этом не сказали. Какие вы меры принимаете, как вы работаете? В Министерство труда вопросы по установке пандусов. На это из резервного фонда губернатор выделил полмиллиона рублей, а переоборудованы только 12 многоэтажек. Уволен с работы директор департамента городского хозяйства по исполнению данных поручений. Сейчас другой руководитель, который исправит данные вопросы. У Минстроя вопросы по специальной жилищной программе, которая уже не первый год реализуется на шахтерских территориях. Горшевская тема на сегодняшний день – это самая большая проблема в городе Шахты. Это зона вашей персональной ответственности, главы муниципалитета. Позитивные результаты в социальной сфере. Снизилась смертность. Ликвидирована очередь в детсадовские группы от 3 до 7 лет. По объему капиталовложений в экономику города Шахты на седьмом месте. В 2017 будут реализованы три проекта. Строительство завода по изготовлению емкости для сжиженного углеводородных газов, производство топливо-раздаточной техники, полуприцепов и прицепов. Инициатор ООНПК «Ника». Строительство завода по производству стальных прокатных труб. Инициатор ООН «Завод Техмаш». Производство текстильных красителей на территории Российской Федерации. Инициатор ООН «БТК Текстиль». Общая сумма инвестиций по этим проектам превысит полтора миллиарда рублей. Мария Индрикова, Станислав Фоменко. На Дону. Вкусная новость для любителей сладкого. В списке продуктов под знаком качества «Сделано». На Дону появилось печенье. Добровольную сертификацию прошла продукция Оксайской кондитерской фабрики. На производстве дресс-код. По всей строгости санитарных норм. Чтобы не проскочил ни один микроб, надеваем халат. Руки моем и обрабатываем дезраствором. Печенье начинается в цеху тестоприготовления. Здесь отбирают сырье и замешивают тесто. Снимать здесь запрещают. Технология строго засекречена. Увидеть удается процесс формирования заготовок. Тесто подается между двумя роторами. Попадает в ячейку. После этого отсаживается на ремень. Лишнее срезается специальным ножом. Готовая форма запекается. Потом печенье охлаждают и сортируют. Если вдруг в продукте окажется металл, металлодетектор сбросит неликвид в специальный лоток. Продукция проходит многоступенчатый контроль на всех этапах. Еще один элемент проверки – замер толщины, веса и соответствие нормам. Сначала печенье должно пройти визуальный осмотр, чтобы не было слишком темным или светлым. Здесь даже есть такая эталонная цветовая шкала печенья. У нас все в порядке. Вес 10 печенья должен быть минимум 174 грамма. У нас 181. Ну и сейчас попробуем. По вкусу все тоже отлично. Такое печенье смело можно упаковывать. Срок годности весового печенья – полгода. Фасованного – 9 месяцев. И дело тут не в консервантах. Консервантов никаких нет. Продукты натуральные. Например, пленка, которую мы используем для упаковки фасованного брикета, она такой толщины является, что практически не позволяет попадать в воздух туда. И никаких процессов окисления не производится. Технологический процесс здесь постоянно совершенствуется. Оборудование обновляется. И вкус запоминается. За 18 лет предприятие прошло достаточно серьезный путь. И эта продукция стала узнаваемой. Поэтому даже наши уже близлежащие не только регионы, но и страны СНГ уже могут попробовать наше печенье со знаком качества «Сделано на Дону». Под брендом «Сделано на Дону» будут выходить 8 видов оксайского печенья. Ксения Николаева, Станислав Фоменко, «На Дону». Совет молодых ученых собрался в ДГТУ. А перед ним представители областного правительства отправились на экскурсию в гараж. Место, где изобретатели переходят от идей к практике. Чтобы объехать пробки и не давиться в маршрутках, Евгений Руденко предлагает ездить на работу на самокате. Именно за самокатами, по мнению студента, будущее, если доработать незначительные недостатки этого железного пони. И в сложенном виде никого не испачкает колесами. В планах молодого ученого создать самокат с электроприводом. Заряжаться он будет от обычной розетки. И на этом заряде сможет проехать до 20 километров. «Мы уже нашли финансирование, и у нас спонсируют прототипы, все, разработку. Так что у нас с этим все в порядке». Накатавшись, пусть пока мысленно, на самокатах будущего гости оценили модернизированные солнечные батареи, уменьшенную копию информационного робота и другие полезные изобретения. «Они за счет интеллектуального потенциала на сегодняшний день воплотили и реализовали свои проекты, которые полезны на сегодняшний день в том или ином секторе экономики. И за счет этого, зарабатывая, они продвигаются вперед. Вот это важно, что это не изобретение на бумаге, что это конкретный воплощенный в жизнь проект». После делегации отправилась на совет молодых ученых, где ключевым вопросом стало обсуждение проекта «Доступное жилье». «В плане цены, в плане кредитования, по многим показателям, доступное, чтобы это доступное было для молодых людей, это должно стать совместным проектом правительства Ростовской области, Министерства образования и Ростовской области, еще раз подчеркиваю, и Донской государственный многопрофильный региональный университет». Для сотрудника вуза строится дом на 230 квартир. А вскоре при областной поддержке может появиться еще одна многоэтажка для перспективных кадров университета. Галина Горлова, Юрий Бабенко, «На Дону». Я б в рабочий пошел, пусть меня научат, а иначе работу могу и не найти. Именно так обстоит сейчас дело на рынке труда. Швея нужна, сварщик нужен, а юрист имеется. Ростовских школьников профессионально сориентировали в производственном пространстве, походом на швейную фабрику и комбайновый завод. «Прижимаются очень плотно слои ткани друг к другу, и острый нож позволяет нам разрезать сразу несколько слоев ткани». Раскройка проводится автоматически. Работа оператора – управлять станками и следить за процессом. После раскроя детали ткани нужно собрать и продублировать, чтобы были устойчивее к износу. Здесь школьники могут попробовать свои силы. «Вот это рукав реглан, в частности. У нас раскроена сама деталь. Вот она и плезелин, клеевая основа, которую необходимо очень ровно, очень аккуратно наложить в местах усиления». Дальше детали отправятся под пресс, где под действием высокой температуры клей расплавится и склеит все части мозаики. Но девочкам больше хочется не в швее, а в модельеры. «Мне очень понравился момент, когда придумывают различные дизайны одежды». Комбайны зарождаются в цеху гибких технологий. Здесь производят мелкие детали для больших машин. Рамы, подвески, выгрузные щиты. «Вот можно увидеть с вами наконечник лазерного. Вот через это маленькое отверстие выходит раскаленный газ, который прорезает будущие детали». За работы операторы станков, сварщики и слесари. «Настоящие мужские профессии». Масштаб завода и работа в цехах школьников впечатляют. Но бороться с популярностью экономистов и юристов непросто. «Я хочу поступить на юриспруденцию, стать юристом. И здесь бы я хотел работать в юридическом отделе». «Я уже в девятом классе, я поделился в своей профессии и попытаюсь выучиться на инженера и пойти сюда работать. Мне очень впечатлило. Наверное, больше к производству и руководить всеми». Мечта большинства школьников – стать управленцами и организаторами. Только вот нужно ли их столько? В службе занятости констатируют – требуются рабочие. На них две трети вакансий. «Человек, который получил рабочую профессию или специальность, он гарантированно может знать, что у него будет работодатель. Зачастую работодатель корректирует образовательную программу для того, чтобы по выпуску эти дети уже шли к ним на работу». Работодателям особенно нужны строители, водители, слесари и портные. Ксения Николаева, Сергей Вишняков, «На Дону». Готов к труду и обороне в 95 лет. Таганрожец Вадим Терновой 8 раз отжался от пола, 15 раз качнул пресс и в наклоне достал руками до голеностопа. А удалось ему это благодаря своим секретам долголетия и молодости. Подъем в 6 утра и на прогулку с псом Ником и скандинавскими палками. Лыжной походкой проходит по 3 километра. Палки два года назад подарила дочь. Как ими пользоваться, так и не разобрался, хоть и в интернете смотрел. Но применение все равно нашел. Но одними палками и прогулками нормы ГТО не сдашь. «Я не курю и не курил. Я вот в этом отношении, как говорится, если не считать первый год службы, это в 1939 году». Кстати, впервые Вадим Терновой получил значок в 15 лет. И через 80 лет сделал вторую попытку. Причем случайно. Его пригласили на стадион в день сдачи норм, значки вручать. А потом предложили самому попробовать. И он согласился. Сдавал два дня. Врач измеряла давление после каждого упражнения. Ну, 123 еще можно. А это после отжатия, когда было. В общем, отжался я уже 154. Она говорит, нет, на сегодня хватит. Человек, который умеет и делает просто все. На крышу, на крышу, подвал в подвал. На четвертый этаж идет без остановки. У нас женщины молодые отдыхают. На собрание выходит и выступает. И плохого ничего не могу сказать. Хочу только у него добиться, как он живет вот так, такой жизнью. И все. И не стареет. От нас секреты молодости Вадим Михайлович скрывать не стал. Соблюдает режим сна. По его мнению, достаточно шести часов. Питание. На завтрак порция второго. На обед супы, фрукты. Вечером молочные продукты и выпечка. В принципе, ничего сверхъестественного. Есть еще один секрет. Конечно, какое-нибудь хобби. Я коллекционирую марки с 1937 года. У меня большие бумажные деньги. Большая коллекция бон. Вот так. Разнообразные хобби, а не просмотр сериалов. И на пенсию радиоинженер вышел только в 87 лет. Настоящая жизнь – вечное движение. Евгения Слинкина, Юрий Вабенко. На Дону. Спасти команданте. Задача, которая на протяжении шести лет стояла перед донским псом Никсоном. Его воспитали в ростовской школе служебно-розыскного собаководства в 70-х для личной охраны Фиделя Кастро. Вот, вот он, вот он. Видишь, вот он. Фотографию воспитанника Леонид Кривошейн хранит в личном архиве. Этот пес был настоящим экспериментом. Кинолог мечтал вывести уникальный вид собаки. Злобный, с крепкой нервной системой и при этом превосходного сыщика. Так и решился скрестить фокстерьера из паниеля. Два лучших качества, когда сочетаются, оно дает очень животных очень хороший результат. Ну и вот этот получился Никсон. А почему Никсон назвал себя делом? Я приколист, люблю это называть. В то время был президентом США Никсон. Я не думал, что он попадет на Кубу. Это моя личная собака была, личная. В 70-е ростовская школа кинологов принимала на обучение специалистов с острова Свободы. Подразделением личной охраны лидера кубинской революции требовались и уже обученные собаки. Неудивительно, у Фиделя Кастро была масса недругов. Он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, как человек, переживший 638 покушений. В ход шли даже взрывные сигары, моллюски и бейсбольные мечи. Четвероногих, натасканных на обнаружение взрывчатки, кубинцы выбирали среди крупных пород. А тут приглянулся маленький Юркий Никсон. И собаку пришлось подарить. В ростовской школе служебного собаководства до сих пор сохранился вольер, в котором жил Донской Никсон. Сейчас здесь обитает бельгийская овчарка. Правда, вьютиться она на площади гораздо меньше. И во времена Никсона вольер был больше, но из его части сделали служебное помещение. А былом постояльцы напоминает табличка на входе в блок вольеров. Сегодня на обучение в школу приезжают кинологи с овчарками, реже охотничьими помощниками. А вот второго Никсона так и не появилось. Мы можем обучать любую породу собак. Самое главное, чтобы она отвечала требованиям и рабочим качествам. А что касается Никсона, я думаю, это разовый момент был, не более того. О судьбе любимой собаки Леонид Кривошеин узнавал по слухам от кубинских коллег. Говорили, Никсон не раз спасал команданта. А когда пса не стало, его чучело поместили в Национальный музей революции. Виктория Щетинина, Сергей Вишняков, Надону.